Друзья, мы начинаем наше традиционное обучение. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли вам видно, хорошо ли вам слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Давайте проверять наши технические все возможности, настройки. Вижу, плюсики посыпались. Спасибо вам огромное. Значит, все отлично. Хочу представиться. Меня зовут Ольга Воробьева. Я менеджер по развитию категории Wellness, Wariflame, Украина и Молдова. А также еще занимаюсь развитием категории Novage. Являюсь менеджером Novage в этой категории для Украины. И сегодня я вместе с моими коллегами и прекрасным лидером поделимся с вами теми темами, которые попадают во вторую часть нашего большого тренинга. Сейчас мы с вами находимся... Мы знаем с вами, да, что в Академии Wellness существует три больших блока. Первый блок – это продукты Wellness. Второй блок – это бизнес Wellness. И третий блок – это Wellness-сессия. То есть как общаться с клиентами, непосредственно как проводить сессию. Сейчас мы находимся с вами на втором большом блоке. Это бизнес Wellness. Он включает в себя много разных тем. И на самом деле мы с вами уже часть из этих тем прошли. Да, уже первую часть мы прошли в прошлый вторник. А в прошлом каталоге наши вторники были посвящены как раз вот продуктам категории Wellness. И вы, конечно же, сможете забрать все материалы, все презентации, все видеозаписи, все видеоролики, которые используются во время данного тренинга. И использовать их для себя, скачать или поделиться с вашими командами. Я сейчас также в чат сброшу вот эти все ссылочки, которые вы видите на слайде, для того, чтобы они все были кликабельными для вас. И вы могли их сохранить. То есть все материалы, все записи, все презентации для вас в свободном доступе. Используйте их, пожалуйста. Я думаю, что вы уже успели оценить, насколько красочные, наполненные красиво презентации, разработанные дизайнерами и копирайтерами. Ну и, конечно же, нашим советам по питанию, нашими экспертами в области здорового образа жизни. Поэтому максимально используйте это в своей работе. Это профессиональный, качественный, красивый материал, такой инстаграмный. Сегодня мы вместе с моими коллегами и лидером из России представим для вас три темы в разрезе бизнес-веллнесс. Друзья, девочки, спикеры, включайтесь, пожалуйста. Это тренер из Армении, Нарине Подолян. Нарине, включайся, пожалуйста. Это тренер по продукции из Казахстана, Олеся Иерзина, пожалуйста, тоже, Олеся, включайся. И это лидер из России, успешный лидер категории веллнесс. Айса, подключайтесь, пожалуйста. Айсана Нинова, подключайтесь, пожалуйста, к нам. Вот, всем привет. Помахайте, пожалуйста, руки нашим участникам. Все мы сегодня с вами на связи, и каждая из нас поделится своей темой. Спасибо большое, друзья. Выключайте камеры. И, конечно же, мы переходим непосредственно к нашему тренингу. Я надеюсь, что вы порадовались, узнали спикеров. Если да, пожалуйста, ставьте в чате ваши огоньки, махайте ладошками. Нам всегда приятно видеть тоже в чате знакомые имена. Итак, друзья, о чем же будет наш сегодняшний тренинг? Это третья часть, и посвящена она теме рекомендаций. То есть, строя бизнес вместе с категорией веллнесс, для нас крайне важно уметь рекомендовать этот продукт. И вот в контексте рекомендаций у нас есть четыре главных шага, которые позволяют нам качественно это делать. Итак, давайте с вами... Мы уже на прошлом тренинге останавливались на первом шаге относительно потребления продукта веллнесс, насколько это является важным моментом в целом, да, в работе с категорией веллнесс. То есть, и в принципе с любым продуктом. То есть, если вы хотите развивать какое-то направление, вам нужно самостоятельно его попробовать тоже. И вот, собственно, веллнесс не является исключением. Итак, друзья, ну, если мы перейдем к теме сегодняшнего нашей встречи, то здесь речь пойдет вот как раз о втором шаге, о рекомендациях продуктов категории веллнесс. И здесь мы будем делиться с вами опытом, ну, и, конечно же, с огромным удовольствием будем читать в чате и ваш опыт тоже. Вот я вижу вопрос относительно, где можно посмотреть записи предыдущих вебинаров. Друзья, в каждом вы можете найти такую запись в вашем региональном локальном чате, да, который нацелен на тему веллнесс. И мы постоянно выкладываем туда все абсолютно материалы, все ссылочки на записи, на тренинги, на все остальное. Поэтому, пожалуйста, в вашем локальном чате обратитесь к его источникам или запросите у вашего эсэма или тренера по продукции, потому что материалов очень-очень много. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы максимально их использовали в своей работе. И что самое важное, кстати, вот очень такой похвальный вопрос относительно записей, ведь участники, которые внимательно смотрят наши тренинги, которые пересматривают записи, потом также с легкостью могут пройти тест и получить сертификат, что тоже немаловажно, да, потому что после каждого большого блока мы предлагаем сертификат. Я вот пока говорила, так же параллельно нашла вам все ссылочки и записи. И я вот сейчас делюсь с вами в нашем чате здесь ссылками и записями на первый блок, который был посвящен продуктам категории Wellness, да, вы можете пересмотреть его. Если вы еще не получили сертификат, еще не прошли тест, то, пожалуйста, самое время это делать. Также я здесь делюсь и ссылочкой на тестирование. Хотя мы смотрим по результатам теста, что очень многие уже прошли этот тест. Ну и мы, конечно же, понимаем, что еще у нас остались те, кто могут его пройти. Ну и немаловажно, что, ну, на самом деле, да, в этой категории вы можете, в этом тренинге, вы можете собрать все три сертификата, поэтому, пожалуйста, забирайте их. Ну и так, с точки зрения рекомендаций. Здесь мы поговорим о трех основных направлениях относительно того, как рекомендовать. Ну, первое – это создание личной истории в рекомендациях категории Wellness. Второе – это типы личностей разных клиентов. Собственно, для того, чтобы понимать, кто перед нами и как лучше вести диалог. И третье – это рассмотрим Wellness-инструменты, которые нам в этом помогут. Итак, первая тема – создание вашей личной истории. Этой темой поделюсь с вами я и подкрепит ее своим опытом наш приглашенный спикер. Итак, с точки зрения создания личной истории, на что здесь важно обращать внимание? Ну, в целом, когда у вас есть своя личная история потребления категории Wellness, то, конечно же, это выстраивает определенный мостик эмоционального характера вместе по соотношению к человеку, с которым вы это обсуждаете. То есть это проявляет и личный интерес, и создает тему для общения, и уже настраивает такое подсознательное сознание того, что вы тоже пользуетесь этим продуктом, и вы уже увидели для себя его ключевые преимущества. Напишите, пожалуйста, в чате десяточку, если у вас есть ваша история с Wellness. Возможно, она там не прописана, возможно, она не вычурная, возможно, не идеальная, но просто есть. То есть вы знаете, чем конкретно вам помог Wellness, какие потребности вы для себя закрываете с продуктами категории Wellness. Если такое есть, напишите, пожалуйста. И я вижу, что посыпались просто десятки. Действительно, у каждого из нас есть такая история. И на что важно обратить внимание в этой истории? Ну, безусловно, ну, скажем так, всегда нужно помнить, о чем мы говорим. Мы говорим именно о пищевых добавках, которые не являются лекарственными препаратами. Поэтому здесь очень важно не давать каких-то обещаний, потому что мы понимаем, что в нашей личной истории могут фигурировать какие-то улучшения с точки зрения самочувствия, здоровья. И чтобы не вводить человека в заблуждение, всегда нужно делать оговорку, что это продукты, которые работают на восстановление процессов внутренних наших. И у каждого что-то свое может страдать. Поэтому это продукты, которые работают от макушки до пяток. И здесь нельзя сказать, что у тебя будет точно так же, как у меня. То есть очень важно обозначить, что это биологически активные добавки к питанию, цель которых в целом обезопасить, подстраховать рацион питания, и что это не лекарственные препараты. И это очень здорово, потому что мы понимаем, что у лекарственных препаратов большие дозировки, есть побочные эффекты. Здесь же мы занимаемся профилактикой, то есть мы страхуем свой организм. Ну и также важно тоже обратить внимание людей на то, что это польза для организма в целом. То есть здесь не будет так, что работает что-то только одно. Ну и также важно в создании истории учитывать время, то есть время, которое вы затрачиваете на то, чтобы эту историю рассказать. Раньше мы говорили о том, что необходимо иметь такую краткую версию на 30 секунд, ну и более длинную с какими-то деталями на порядка 5 до 5 минут. Сейчас мы говорим, что во время таких высоких скоростей, я думаю, вы часто слышите это словосочетание, вот если посмотреть, например, статистику на TikTok, то есть это одна из самых таких популярных соцсетей, то есть там цепляют видео, которое для САПа 5 секунд. То есть сейчас мы настолько в таком активном ритме, ну и в принципе доказано уже, что вот именно 5 секунд – это есть ключевые такие вещи, которые нас либо цепляют, либо нет. Поэтому, пожалуйста, тоже старайтесь сразу перейти к сути, к делу, чем конкретно вам помог этот продукт. И мы сегодня с вами потренируемся в этом. Ну и опять же такие продукты, да, то, как они работают. То есть я, например, для себя выбрала очень давно внутрикомплекс, потому что есть где-то полтора года тому назад были сильные проблемы с выпадением волос. И, ну, я понимала, да, зачем, да, потому что мне нужен этот продукт. Я несколько раз начинала потреблять, вот он, видите, у меня даже так, как полупустой, да, почему? Потому что здесь уже осталась одна только упаковочка, и то, если вы обратите внимание, неполная. Я сейчас прохожу уже второй курс, в прошлом году проходила тоже два курса. Но что я хочу сказать, что когда я только начинала использовать этот продукт, я все время делала это не в системе. То есть там начинаю пить, на неделю уехала в командировку, не взяла с собой, забыла. Потом там, допустим, среди недели не все семь дней выпиваю внутрикомплекс, а, например, два раза в неделю. И вот таким образом я не видела результат. Ну, как только, да, я поняла, что, ну, все уже, вот, ну, не знаю, что я только не пробовала. Разные маски для волос, и там всякое скрабирование, и разные вот народные средства, там, перцем потереть, медом маску сделать и прочее. То есть огромное количество было и ампулы в голову кирать разные, прочее, прочее. Огромное количество было намерений, огромная масса создана разных анализов, почему там железа не хватает, ферритина не хватает, гормоны там и пятое, и десятое. И все было в порядке, да, то есть непонятна была причина. Но как только я устаканила прием курса, а курс, ну, вот здесь у нас, например, 42 таблеточки, да, в этой упаковке. То есть, ну, нам, по сути, хватает как раз на каталожный период, на 21 день. И курс, друзья, это три месяца, то есть это четыре таких упаковки. Почему три месяца? Потому что за три месяца у нас, в принципе, только за 80%, даже не все, да, только 80% наших клеточек восстановится за три месяца. Волосы вырастают за месяц, ну, где-то на сантиметр-полтора. Нет смысла пить день ото дня и ждать результат там через неделю. Еще просто этот волос не вырастет, да. Но что вы можете заметить быстрее? То есть идет подпитка луковицы, то есть она тоже должна напитаться, и тоже нужен период, хотя бы тех же снова три месяца, чтобы организм успел это все впитать, да, взять для себя эти полезные элементы. И тогда мы можем видеть, как снижается уровень выпадения волос, как начинают вырастать новые волосы. Я вот сколько они укладывают, сегодня тоже готовилась, сколько они укладывают, все время торчат вот эти вот новые волосы, которые растут, потому что, ну, они уже отрастают, и виден этот результат. Потому что, ну, друзья, нужно понимать, что за полгода реально вырастет примерно там 5-6 сантиметров. Перерыв делаем на три недели и можем снова возвращаться к приему. Я, собственно говоря, так и делаю. То есть сейчас уже, когда я увидела эффект, до этого, ну, скажем, не было такого результата, потому что день ото дня не было постоянства в приеме. И что самое интересное, но, опять же-таки, это именно у меня так. Я даже заметила, что в составе нашего внутрикомплекса есть элементы, которые в том числе влияют на то, чтобы волос не сидел. Понятно, что если полностью уже вот все волосы седые, такого эффекта не будет. Но вот если вы, как я, да, только начинаете находить у себя там где-то седой волосок, то в моем случае, то есть после приема волноспека, когда отрос вот седой волосок, я его вырываю, и я вижу, что при корне он снова стал уже наполнен цветом. То есть когда я начала пить витамины, он наполнился снова цветом. И мне, конечно, было это, ну, просто суперкруто. Я, безусловно, теперь этот продукт со мной всегда. Ну, вот мои пять минут истории, друзья, как пример о продукте, который я очень люблю и всегда ним пользуюсь. Итак, следующее, да, в инструкции пишут, что беспрерывно, нужно перечитать, но вообще рекомендовано делать перерыв три недели и снова повторять курс. Итак, двигаемся дальше. То есть вот наша история на пять минут, но также мы с вами в запасе, храним мы историю буквально на 30 секунд, а то и лучше на пять. То есть самые ключевые вещи. И следующий момент – это вот когда, да, мы с вами уже, я поделилась своей историей, когда мы с вами увидели, как это работает. Очень важно, да, то есть, ну, я делюсь личным опытом. И когда меня люди спрашивают, там, у нас в большом чате, время от времени народ обращается с вопросом, как рекомендовать wellness? Дайте, пожалуйста, скрипт или дайте, пожалуйста, систему. Ну, друзья, на самом деле лучшая система и лучший скрипт – это рекомендовать wellness, рассказывая, чем конкретно, почему, да, конкретно вы сами ним пользуетесь. Вот это лучший вариант, который можно только себе представить. И напишите, пожалуйста, сейчас в чате буквально два-три слова, почему вы пользуетесь wellness. Вот конкретно ваш личный случай. То есть, я вам рассказала свой, тут у меня очень сильно выпадали волосы, я прибегла к внутрикомплексу. Ну, а вы поделитесь, пожалуйста, своим результатом. Я вижу, что вы также пишите еще в чате, но я не всегда могу быстренько среагировать. Ага, вижу, что вы не представляете, какая грива у нее теперь на голове. Да, друзья, если в системе, если в курсах, то однозначно результат будет. Ну, и с точки зрения того, как же создать свою историю wellness, что должно быть там в основе, если мы вспоминаем, что это наша рекомендация и почему мы сами пользуемся этим продуктом. Для того, чтобы было легче, друзья, можно просто создавать историю, отвечая себе на пять вопросов, которые вы видите сейчас на слайде. Я вижу ваши комментарии, полезные перекусы, чувствовать себя бодрее, больше активности, иммунитет, красота. Вот действительно те вещи, из-за которых мы с вами принимаем решения для того, чтобы пользоваться этими продуктами. И вот нам с вами есть подсказки, вопросы, которые помогут нам также выстроить нашу историю. Почему вы начали потреблять продукты wellness? Вот я рассказала вам свой конкретно кейс с внутрикомплексом. Но почему я, например, начала потреблять коктейль? Честно, я просто человек, который страшно, не любит готовить. И для меня утром, когда ты в спешке, должен еще все успеть, там ребенка в школу собрать, себе там что-то погладить, да даже если с вечера погладил, да, пока там голову помыл, пока собрался, пока накрасился, пока то-се. Но нет реально времени, чтобы действительно вот так прям хорошо, сбалансировано, полезно перекусить. И вот для меня коктейль – это легкий способ разнообразить и сделать питательным любой мой завтрак. То есть у меня всегда стоит на кухне блендер, у меня всегда в холодильнике есть кефир там какой-нибудь, там 5% или ниже, то есть, ну, чтобы не был очень жирный. Я туда залила кефир, я забросила порцию коктейля, бросила несколько ягод клубники, я очень люблю с клубникой, со смородиной, забросила 1 столовую ложку сырого геркулеса, туда нарезала пол банана, немножко воды, да, могу не добавлять, в зависимости от того, как я хочу, чтобы было сытнее или было более жидкое. Все взбило 30 секунд. И этот же контейнер перелила в наш удобный шейкер, схватила с собой и все, я уже по дороге, не теряя времени, я действительно завтракаю полезно, питательно, вкусно, разнообразно и, главное, готовлю все это быстро. Поэтому, ну, вот, например, моя история, почему я начала потреблять wellness, чтобы завтракать полезно, сбалансированно. Вот что такое на самом деле сбалансированно? Все же мы ищем путь к, ну, мы можем этого не знать, но все мы ищем путь к сбалансированному питанию. Что такое сбалансированное питание? Это баланс калорий и питательных веществ, которые мы потребляем, съедая что-то. То есть мы можем съесть что-то вкусное, но, к сожалению, не полезное, да, то есть и баланс нарушен. Мы можем пытаться съесть что-то полезное, но тогда растут объемы и снова увеличивается калорийность продукта и снова баланс нарушается. А вот коктейль – это тот идеальный вариант, когда баланс питательных веществ и баланс калорийности, он идеален. Второй вопрос. Как вы познакомились с продуктами категории wellness? Ну, в моем случае я познакомилась с ними, потому что я работаю в компании Reflame, я увидела их в каталоге. Как вы познакомились с продуктами категории wellness? Напишите, пожалуйста, очень тоже кратко, там, я не знаю, партнер посоветовал, подружка уточняла, вышестоящий спонсор рассказал, на тренинге услышала. Напишите, как вы познакомились с продуктами категории wellness? И потом сами же полистайте статистику для себя. Вы посмотрите, какой метод чаще и больше всего распространен. Вот увидела в каталоге, сестра угостила, предложил спонсор, консультант показал спонсор. То есть вы вот почитайте, не стесняйтесь, пишите, потому что таким образом мы собираем друг для друга статистику. И вы сами сможете потом понимать в своей команде, что, какой вариант работает лучше всего. Когда я как спонсор расскажу, потому что чаще всего люди услышали от спонсора. Когда я внедрю эту часть, например, будет у нас планерка, и я в рамках планерки расскажу об этом продукте. Или если я расскажу свою личную историю, потому что я вижу, что здесь рассказал кто-то свою историю, пишите, пожалуйста, это в чате, и всем рекомендую потом пересмотреть, какая статистика. Дальше. Как выглядит, какие продукты вы стали употреблять? Ну вот я, сейчас у меня как раз то, что я стала употреблять. Коктейль, потому что я вам уже рассказала, да, легкий вариант завтрака. Внутрикомплекс, потому что нужно мне для поддержки волос. И комплекс волнаспек, потому что здесь и омега, и антиоксиданты, и витамины, минералы. И здесь, кстати, тоже такой плюс, что если в целом организму не хватает витаминов, минералов, и уже это выражается на волосах, кожи и ногтях, то лучше всего принимать в комплексе волнаспек и внутрикомплекс, потому что, ну, то есть сначала принимая внутрикомплекс, организм будет восстанавливать базовые потребности, пока он только дойдет до тех волос. Поэтому лучше сразу в комплексе. И они созданы таким образом, что прекрасно сочетаются. Ну, и как выглядит ваш волнос день сейчас? Очень просто. Обязательно минимум один раз в день у меня коктейль. И вот сейчас, пока будет выступать следующий спикер, я себе его сделаю и выпью. Ну, и обязательно, конечно, у меня прямо на столе стоят витамины. То есть я никогда не забываю их выпивать, потому что они, вот мы садимся кушать, и на столе уже стоят витамины. Мои, мужа, ребенка, то есть все утром сразу после завтрака выпивают свои витамины. Какой результат преимущества вы получили, принимая продукты категории волос? Сбалансированное питание, поддержка полностью для своего организма и лучшее состояние волос и ногтей. Вот такая моя история. Ответьте вы также на эти вопросы, и тогда вам будет проще создать свою историю. Ну, и, конечно же, я буду вам очень благодарна, если пока мы выступаем, вы также напишите очень кратко свой пример личной истории, потому что это всегда интересно. Ну, а мы с вами переходим к следующему спикеру, друзья. Я приглашаю успешного волнос-лидера из России Айсу Наминову. Айса, подключайтесь, пожалуйста. Сейчас проверим связь с вами. Всем привет, велнос-люди! Мне понравилось сегодня выражение на революте. Как слышно? Если слышно, ставьте, пожалуйста, десяточки. Меня зовут Айса Наминова, мне 36 лет. Я из небольшого города, города Лагани, республика Калмыкия. По образованию я педагог. 13 лет являюсь предпринимателем на основе сотрудничества с компанией Арифлейм. 11 лет являюсь менеджером собственного СПО, замужем. С мужем мы воспитываем 5 дочек. Старший 15 лет, второй доченьке 12 лет, средний 6 лет первоклассник и младший у нас двойняшки. Им 4 года. В наш бизнес меня привели мечты о финансовой свободе, о независимости, о красивой жизни. Я из обычной творческой семьи, человек с жизненной позицией и привыкла достигать целей. Поэтому мой девиз по жизни – вижу цель, не вижу препятствий. И уже пятый год товарооборот в моих структурах, велнес, достигает порядка 70%. Я сегодня хочу вам рассказать о своих методах работы. Вот такая вот система работы с потребителями, с клиентами. Есть такой метод, как созвон на троих. Этот созвон мы делаем с новичками, помогаем нашим новичкам организовать созвон по видеосвязи в WhatsApp. То есть, когда новичок приходит, мы поддерживаем его. И если он хочет... Мы предлагаем ему связаться со спонсором, либо с менеджером, либо с вышестоящим директором. И третий человек по видеосвязи – это тот кандидат, которого он хочет присоединить к нам. И директор презентует продукцию велнес, рассказывает историю продукта и затем возможности велнес. Тем самым новичок, не раз послушав данную презентацию, один раз послушает, пять раз послушает, на десятый раз уже он приобретает уверенность и уже с уверенностью может презентовать как продукт велнес, так и возможности построения бизнеса с этим продуктом. И чем хорош созвон на троих, тем, что есть возможность утеплиться с новичком, дать поддержку новичку, с кандидатом утеплиться. Также возможность ответить сразу же на возражения. Тем самым новичок, тем поддержку. И вот таким образом происходит сопровождение новичка. Второй метод – это рекрутирующие чаты. Рекрутирующие чаты в мессенджерах. У нас мессенджеры, в основном, которые пользуются населением – это Viber и WhatsApp. В Viber менеджер организует свой личный чат, который в основном называется у нас Wellness, красота и здоровье. И каждый менеджер заводит свой чат, в который добавляет всех своих знакомых, даже незарегистрированных. И в этих чатах порядка 70-150 человек. То есть менеджер добавляет своих консультантов, зарегистрированных, и мы просим консультантов также приглашать в этот чат всех-всех своих знакомых. Конечно, был такой вопрос, что люди выходят. Но предварительно мы их информируем, что давай я тебе добавлю в свой чат информационный, где ты будешь узнавать о скидках, об акциях. Ты можешь убрать звук группы и читать, когда тебе удобно. Конечно, бывает, что люди выходят из чатов, но тем не менее большинство остается им интересно, потому что это, можно сказать, как онлайн-журнал. С утра дежурство. В каждом чате прикреплен директор и ключевые партнеры, которые поддерживают, информируют этот чат. И в течение дня у нас посты, которые мы просто копируем в официальных каналах компании. «Арифлейм Продукт», «Велнес», «Велнес Инновейдж». Это кружочки, это видео, это акции, это ссылочки на обучение, на вебинары, на прямые эфиры. И цель – это заинтересовать новых людей, которых добавили в чат. И каждый директор имеет порядка 10-12 чатов в Вайбере. То есть ему нужно помогать своим менеджерам. И в WhatsApp порядка от 5 до 10 чатов. И таким образом новички, когда регистрируются, они могут быть как в чате своего менеджера состоящего, так же, если хотят, они могут самостоятельно организовывать уже свой чат и наполнять его своими знакомыми. Таким образом новичок чувствует поддержку и получает также готовое сопровождение. Каждое воскресенье все это закрепляется, это все в онлайн, получается, как онлайн-офисы. И каждое воскресенье мы это закрепляем уже живыми встречами. Да, на период пандемии они у нас как бы не было встреч, сейчас мы вновь их возобновили. Но каждое воскресенье мы проводим вэллнесс-встречи. И как бы бывает в офисе, бывает небольшое количество людей. Это ключевые партнеры, которые помогают организовывать эту встречу. Плюс каждый приходит с гостем. Это примерно от 5 до 10 человек. И наша цель во время вэллнесс-встречи рассказать, как можно хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать с вэллнесс и на вэйдж. Красота изнутри и снаружи с данными продуктами. О возможностях в компаниях. Цель также организовать, получить после такой встречи новых потребителей в команду. И примерно как происходит такая встреча. Приходят гости. Пока собирается кто-то взвешивает на весах Танита. Кто-то проходит тестирование на вэйдж. Затем, когда встреча, директор презентует продукт, вэллнесс-вэллнесс-продукт. И историю продукта, продукции вэллнесс. И следующий этап – это менеджеры и ключевые партнеры уже рассказывают о драйверах каталога. Если идет омега, то про омега. Если кальций, то про кальций. Также в это время проходит дегустация коктейлей и супчиков. Менеджеры тоже помогают. И, допустим, даем коктейльчики, рассказываем преимущества. Как только что нам сказала Ольга, это и баланс калорий, питательных веществ. И тут же мы это все дегустируем. Либо супчик, супчик спаржевый. И под конец встречи происходит презентация возможностей с вэллнесс. И таким образом встреча занимает порядка час-полтора. Да, да, да. Порядка час-полтора. И за это время в основном все люди, которые приходили в гости, они соглашаются и регистрируются. Если же они сказали, мы подумаем, то мы их добавляем в чат. Вот таким вот образом. Вот такие три метода. Система обучения. Это ежедневные зум-планерки. В 9 часов проводим зум-планерки, на которые я приглашаю всех, кто хочет активничать. Это можно сказать, как летучки. Порядка 40 минут мы ставим топ-3 цели дня. То есть какие у нас фокусы на сегодняшний день. И чего мы добились, каждый менеджер или же новичок говорит, что произошло у него интересного за прошлый день. Таким образом, это как бы, да, сдруживает команду, укрепляет. И мы, несмотря на то, что у меня команда находится в разных районах и регионах, мы, можно сказать, друг о друге знаем все. В курсе всех событий. Что происходит в группе, что происходит в команде. Вот. Также система обучения. Это wellness прямые эфиры у нас проходят. Проходят вебинары. Тоже вебинарных комнатах. Личный бренд в Инстаграме. Личный бренд в Ютубе. В Инстаграме вместе со мной подписчики знают, что каждое утро я начинаю со стаканом воды и акваглоу для красивой увлажненной кожи. Вот. И это обязательно wellness-завтраки. Все это я демонстрирую в Инстаграме. Вот. И каналы Ютуб тоже как обучающие. Мне важно, чтобы была помощь, да, для новичков, для менеджеров. И в Ютубе я делаю записи о фокусах каталога, ежекаталожные фокусы, обзоры. Также драйверы каталога. И записываю короткие видео. И также есть у меня видео, что такое wellness-лайф. Выгоды подписки wellness-лайф – твоя жизненная энергия. Выгоды подписки wellness-лайф – твой идеальный вес. И выгоды подписки wellness-китс – детские жевательные витаминки и омега-3. Потому что, мне кажется, важно, это сокращает время, да, когда твой новичок может передать видео о выгодах своему кандидату уже своим спонсором, с вышестоящим. Вот. И вот такая вот система обучения. И сейчас перейдем к моей истории. И, да, wellness и на вейдж проходят в рамках одной встречи. То есть, ну, так вот быстренько-быстренько, пока проходит wellness-стреча, в это время на вейдж наносим. И одна модель просто сидит отдельно. Вот. И еще бывают у нас выездные встречи. Выездные встречи за 100 километров и за 400 километров. И поэтому хочется, конечно, охватить все. Не только, как бы, да, одной темой. Ну, и чтобы за это время клиент увидел и wellness-флагманы, да, и wellness, и на вейдж, и узнал, конечно же, о возможностях бизнеса. Я индивидуальный предприниматель, менеджер СПО, мама пятерых деток, трое из которых школьники и два дошкольника. Много людей приглашает. Да, немного, в основном порядка от пяти до десяти человек бывает. Это два-три ключевых партнера. У нас население небольшое. Но в целом это дает, что дают wellness-встречи? Что каждый раз приходят партнеры и укрепляется вера в продукт. Они учатся рассказывать презентацию бизнеса. И активность поддерживается. Мы постоянно приглашаем наших лояльных клиентов, которые и год, и два, и три являются потребителями подписки wellness life plus. И просим делиться своими отзывами, историями. И также новички, которые приводят, пусть даже будет одна регистрация, но мы все равно проводим эти встречи. Пусть даже будет один новичок, но все равно проводим эти встречи. Потому что они действительно дают такую вот связь, непрерывную связь. Потому что одно дело онлайн-онлайном, но живые встречи, они дают очень хороший результат. Вот. И я считаю, что активная мама – это счастливые дети. Если детки будут здоровы, то, соответственно, да, вот как я сказала, три школьника, два дошкольника. Старшая у меня ходит на баскетбол, дочь. Вторая ходит на каратэ. Третья дочка – фольклорный ансамбль. Вот. И у нас очень бешеный режим дня. Да, рано мы очень все встаем. Вот. И поэтому на все это нужно иметь силу и энергию. С 8 часов я уже в СПО. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов провожу я в офисе. Вот. С 12 до часу – обед. И вот за это время нужно быть в активе, нужно все успевать. И, то есть, важно быть многозадачным. Да. И поэтому для меня wellness – это неотъемлемая часть для нашей семьи. Про wellness я узнала, кстати, от своего наставника Забиновой Полины. С 2010 года мы являемся постоянными потребителями. Wellness Life – твоя жизненная энергия. Мое утро, мое и моей семьи начинается с wellness. Это коктейль Natural Balance, это wellness pack. Детки пьют wellness kids омега-3 и жевательные витаминки. И для меня важно, чтобы их рацион обогащать, потому что это нагрузка в школе, это дополнительные у них, да, они на спортивные секции ходят. Вот. Плюс я сама тоже три раза в неделю у меня еще тоже физическая активность, хожу на фитнес. И на все это нужно иметь время, энергии, силы. Я считаю, что если детки получают хорошее питание, то, соответственно, не будут болеть и не будут больничных. Если нет больничных, то, соответственно, у мамы больше времени на бизнес. Вот. И поэтому мне важно, чтобы семья вовремя питалась и был обогащен рацион. Ну, и я всегда говорю всем женщинам и девушкам, которые присоединяются в мою команду, что на мамах все держится. Что мама — это центр вселенной под названием «Семья». и у мамы должно быть много энергии и сил для того, чтобы все-все-все успевать. И на работе, и с детками, и дома, и в бизнесе. Вот. И поэтому, как я сказала, сейчас мой день — это обязательно акваглоу, акваглоу, стакан воды с акваглоу, это после каши, да второй завтрак — это обязательно коктейль, коктейль обязательно, и порция витаминок. И вот такой вот горячий перекус — это мой любимый супчик спаржевый. И все это я транслирую в Инстаграме. Мои подписчики знают, что я все это употребляю, я прям при них показываю, вот. Да. Вот. И, ну, конечно же, успех — это многие составляющие, да. Успех — это многие составляющие, конечно же. Не только wellness, да. Это и здоровый сон, это и режим питания, и водный баланс, да, и физическая активность. И я стараюсь всего этого придерживаться. Вот. И могу сказать, что я wellness-лидер, и я за здоровый образ жизни. Wellness Life — жизненная энергия помогает мне отлично выглядеть, вот, хорошо себя чувствовать. И поэтому рекрутировать для меня легко, когда ты сам продукт своего продукта. Многие спрашивают, как мне удается с таким количеством детей выглядеть. И тогда я рассказываю, что мои помощники — это wellness life, коктейль, витаминчики. Вот. Поэтому я считаю, что если вы хотите достигать успехов, то, если вы хотите быть лидером, то в вашей корзине обязательно должна быть подписка на wellness life. Решение остроить бизнес с wellness пришло благодаря моим спонсорам Задбиновой Полине Сергеевне и Джерляевой БРТ. Берта Ивановна одна из самых, одна из первых на ЮФО, да, открыла вип-СПО категории wellness life plus. Вот. Так мы узнали, да, что такое wellness life plus. Одни из самых первых были проинформированы. Самодисциплина и ежедневные действия привели к результату. За три года в декрете с двойняшками я получила четыре звания, три из которых я закрыла и начала строить дом своей мечты. И на деньги и премия Террифлей. Вот. Начала... По итогам 2019 года я заняла первое место в России по продажам wellness life plus. Вот. Я хочу поблагодарить руководство компании и команду АСМО и также непосредственно АСМО Олю Кашаеву за информационную поддержку и сопровождение все это время. Ну, как бы, да, это у нас информационный бизнес, и важно нам самыми первыми узнавать новости. Вот. Компания наградила меня поездкой в научный центр Игелеза, где я встретилась с экспертами и легендой с Тикстеном. Это была незабываемая поездка. Я благодарна компании за такую возможность. У меня столько впечатлений. Моя вера в продукт увеличилась на тысячи процентов. Я поняла, что действительно, насколько важно, насколько действительно компания заботится об окружающей среде, о людях, о том, чтобы действительно мы получали сто процентов натуральные продукты. И я получила новые знания, новые знакомства, которые еще больше меня вдохновили на успех. И по итогам 2019 года пять менеджеров квалифицировались у меня в Турцию, и я победила Wellness Challenge. И эта система дублицируется моими директорами уже на следующий год. За прошлый год в Wellness Challenge вошли я и мои директора и вошли в топ-10 победителей Wellness Challenge. И в этом году из моей структуры уже в два раза больше количества людей летят в Таиланд. Вот. И я являюсь частью команды Reflame Калмыкия, проекта «Здоровая нация». И наша миссия — делать людей красивыми, здоровыми, богатыми. И все начинается с тебя, с твоей истории. И если ты хочешь быть успешным, создай свою историю с Wellness Life. Всем огромное спасибо за внимание. Эльса, огромная-огромная вам благодарность. Действительно, очень крутое выступление. И на самом деле ваша вера, она передалась и нам. Потому что, друзья, действительно очень важно то, с какой эмоцией мы рассказываем людям о наших продуктах. То есть не просто сухая информация, но и еще наше с вами чувство, наша с вами уверенность. Ну и, безусловно, как я вам и говорила, пока будет выступать следующий спикер, я уже выпила свой коктейль. И я хочу сказать, что благодаря этому я не съем какую-то шоколадку, конфетку, печенье или что-нибудь другое, да, что добавит мне калорий в мой рацион. Или, как другой вариант, который часто бывает, когда мы просто откладываем перекус, ничего не съедаем, потом у нас вырастает зверский аппетит, и мы начинаем съедать гораздо больше, чем нам нужно. Так вот, чтобы этого всего не было, всегда имейте с собой коктейль. Это классная экономия средств, потому что, покупая все остальное, что не так уж полезно для нашего организма, мы также тратим деньги. Не выделяйте отдельную сумму, замените просто это, те покупки, да, которые входят в высококалорийные, там, быстрые углеводы, замените на коктейль. Ну и так, друзья, мы переходим к следующей теме, это типы личности, и этой темой с нами поделится Олеся. Олеся, подключайся, пожалуйста. Я на месте, всем добрый день. Оль, да, на самом деле, хочу сказать еще и про коктейль, что это не только отличный повод перекусить, а не съесть лишнюю шоколадочку, да, так скажем. Отличный повод, почему нужно носить с собой, потому что мало ли, кто-то увидит и задаст вам вопросы. Именно об этом мы сейчас и будем с вами говорить. Итак, ну что ж, да, спасибо большое, партнеры всех очень рады видеть. Айса, огромное вам спасибо и огромный привет просто из Казахстана, когда я услышала про пятерых детей еще раз и еще раз, так скажем, удивилась, да, и была очень рада вас видеть. Итак, ну что ж, да, на самом деле очень важно иметь многие продукты с собой. Когда употреблять продукты, я думаю, что вы знаете многие, да, лучше даже, чем мы, возможно. Это может быть и на работе, даже в ресторане, да, в спортзале и в школе. Везде нужно иметь с собой что-то из наших продуктов. Ну, например, если это в качестве перекуса наши батончики, да, то их можно легко поместить в сумочку и где-нибудь в автобусе перекусить и, соответственно, вызвать интерес рядом сидящего человека, да, что же вы такое кушаете сейчас. Или вот, например, вот буквально пример, который сейчас произошел со мной, я думаю, что о нем стоит рассказать. Пока я слушала наших коллег, я пью сейчас Акваглоу, и ко мне сейчас приехали родственники из другого города, и они спрашивают, что ты там пьешь. Я такая, опа. Слушайте, ну это ведь тоже пример того, да, как наглядно я сейчас употребляю наш продукт и заинтересовала тем самым даже своих родственников, которые недавно приехали. Вот, ну оставим это на потом, я их проработаю чуть-чуть позже. Как вы поняли, да, главная тема сегодня, точнее, о чем я хочу поговорить, это типы клиентов. Но у меня есть очень важная задача для вас не рассказать о том, какие типы клиентов бывают, потому что на самом деле все эти типы, они описаны в огромном количестве в интернете, да, их очень много, и я даже ради интереса ввела в гугле, да, о том типы клиентов. И знаете, сколько примеров мне вышло? 50 миллионов по 700 тысяч, да, то есть представьте, сколько статей, сколько информации о типах клиентов. Для нас это не важно. Для нас важно то, какие вопросы они могут вам задать и как правильно вы должны на них ответить. Ну а наша компания разделяет основных три типа клиента. Мы назвали их максимально просто, максимально прозрачно, чтобы не было вопросов, например, таких, как я вот увидела, да, в терминологии в интернете. Открытые клиенты, закрытые клиенты, как вопросы, да, там болтун, ворчун и так далее, то есть не всегда может быть понятно, что это такое. Здесь я думаю, что все максимально понятно, тем более, что это некоторая та терминология, которую очень часто использует, используете вы, наши партнеры, да. Ну, в принципе, три вида вы видите их сейчас. Это поверхностный, чуть более подробно, и который углубляется в детали. И прежде чем начать, я бы хотела дать вам такую небольшую установочку, да, что в конце, как только я закончу выступать, чтобы вы написали все-таки, как вы думаете, о какому типу личности клиентов относитесь именно вы. Потому что, возможно, со стороны определить, к какому типу относится ваш клиент, достаточно просто, да, но о том, к какому клиенту отношусь конкретно я, вот я сейчас тоже поработаю, посмотрю, да, скажу вам, это, конечно, немножечко другое. Поэтому давайте слушаем внимательно и вместе с вами все-таки поймем, к какому типу клиентов вы относитесь и какие чаще всего клиенты, возможно, встречаются именно вам. Итак, ну что, вы готовы, партнеры, в чате что-то, такая тишина, мне даже страшно. Есть ли у меня вообще связь? Так, уже, видите, уже есть первый ответ. Все, понятно, готово, отлично, а то прям пугающая тишина. Ну что ж, поехали. Итак, первый тип личности клиентов – это поверхностные. Это буквально 15% людей, да, но это те люди, у которых постоянно много дела. Я думаю, что с такими мы людьми встречаемся достаточно часто. У них не так много времени для того, чтобы узнать о продукте, да. Они могут вам задать вопрос о том, что, о, что ты вот как сейчас, да, мне задали вопрос, а что ты пьешь, да, там, а что ты кушаешь и так далее. То есть вы заинтересовали его своим личным примером. И здесь вот, кстати, тоже немножечко бега вперед, да, партнеры в презентации, по ссылке, которую вам уже скинула Ольга, да, в подстрочниках прям есть конкретный пример диалога. Какие вопросы может задать этот тип личности клиентов? Как вы можете на него ответить? Я сейчас не буду играть эту роль, да, потому что вы все это можете прочесть. Одной делать это достаточно сложно, да, поэтому углубляться не будем. Но у меня есть конкретно к вам вопрос. Я не буду спрашивать о том, какие вопросы может задать такой тип личности клиента. Я бы хотела спросить вас больше о том, как вы думаете на, точнее, что не нужно отвечать этому клиенту. Вот буквально первые пару фраз, да, которые вы сейчас напишите, мне интересно, да. Как не нужно себя вести с таким клиентом? Потому что вы у нас работаете в полях, вы встречаетесь с клиентами, вы наверняка все знаете даже лучше в какой-то степени, чем мы. Поэтому, партнеры, какие ваши догадки? Как вы думаете, чего не нужно? Как не нужно себя вести с таким типом личности клиента, как поверхностный? Как ему не нужно отвечать, да, что ему, возможно, не нужно рассказывать? Так, не нужно пытаться провести презентацию. Отлично, не навязывать, не уходить в детали, не затягивать время. Так. Ой, как много ответов, какие вы активные. Спасибо вам большое за это. Ну, я думаю, что да, здесь, в принципе, термины. Так, отлично, давайте полную презентацию. Да, вы абсолютно, в принципе, все правы, да, потому что, как и говорила, поверхностный тип – это именно тот тип клиента, который всегда куда-то торопится. Если вы начнете грузить его деталями, историями wellness, да, там о том, как создавался наш коктейль, а что еще из стикстена, кто такой стикстен и так далее, да, или что-то говорить более подробно про составы наших коктейлей, супов и так далее, человек может просто в какой-то степени разочароваться, да, и от вас уйти. Потому что ему это, в принципе, неинтересно, был задан конкретный вопрос, поэтому, пожалуйста, конкретно мне на него ответь. Если я захочу узнать что-то большее, да, то есть вы должны быть готовы всегда ко второму, к вопросу номер два. Первый вопрос задан, вы на него ответили кратко. Если человек заинтересовался, то он задаст вам вопрос номер два, и там уже более подробно вы можете рассказать, ну, ответить на его вопрос. Если этого вопроса не последовало, действительно, очень правильная фраза. Не нужно навязываться и говорить, подожди, я расскажу тебе сейчас еще, да, человек торопится, он просто заинтересовался. Вот, отлично. Здесь я думаю, что все понятно, но, в принципе, мы видим, да, что это приблизительно 15% людей, кстати, партнеры. Скажите, вот вы сталкиваетесь, как часто вы сталкиваетесь с таким вот типом личности? Да, интрига, вот точно, Наталья очень классное слово написала, интригу нужно оставлять, да, он ведь торопится, у него уже мало времени. Так пусть вернется к нам еще раз, частенько. Понятно. Так, еще кто-то редко встречает. Так, еще. Как часто вы встречаете такой тип клиентов? Таких клиентов становится больше. Елена, я думаю, что здесь как раз-таки больше вот та фраза, да, которую нам говорила Ольга о том, что сейчас все течет и бежит так быстро, и люди постоянно находятся в этом потоке, что на самом деле таких клиентов мы будем встречать как можно больше. Поэтому вот те самые истории на 5 минут, да, и меньше даже на 5 секунд должны быть у вас всегда в запасе. Вот. Как узнать, что он поверхностный? Татьяна, ну, как говорила, да, что вот сейчас вот прямо перед вами есть конкретные такие пункты, как узнать, что он поверхностный, он не будет углубляться в детали, да. Это вот, знаете, когда вы подходите в аптеку, да, и такие, я только спросить. Вот это такой тип клиента, который я просто спросить. Он задал один-два вопроса, но если вы не видели, не увидели, так скажем, в нем какой-то дальнейший интерес, потому что он куда-то торопится, да, или он, не знаю, переключился на другую тему, то, скорее всего, это такой клиент, и ваша задача уметь его заинтересовать. То есть это должно быть недолго, да, и не более, так скажем, подробно. Окей, поехали дальше. Тип личности клиента чуть-чуть, немножечко подробнее, вот. Не углубляется еще и ленивый, да, возможно. С этим типа клиентов, я думаю, что мы сталкиваемся чаще всего. Партнеры, скажите, как у вас, да, с этим обстоят дела. Эти люди хотят подробностей, причем здесь я бы сказала, главное слово, что они хотят разных подробностей, да, вроде бы начали спрашивать про коктейль, а потом переключились на супы, а потом вообще даем историю про создание и вообще, что такое wellness и так далее, да. То есть эти люди на самом деле цепляются, но таких людей очень легко можно увести и, в принципе, привить нам именно нашу сведскость, да, наш сведский образ жизни. Вот, и рассказать им про ингредиенты и так далее. И опять-таки вопрос о том, как вы думаете, что вот конкретно с этим типом личности клиентов, как не нужно себя вести, да, и что, ну, не нужно ему, какие вопросы ему не нужно задавать и так далее. Так, Полина говорит, что нету слайдов. Полин, слайды у нас есть. Попробуйте, пожалуйста, перезагрузиться, либо нажать на экранчик. Вот, возможно, они появятся. Итак, партнеры, давайте здесь посмотрим, давайте здесь посмотрим о том, как не нужно себя вести с таким типом личности клиентов, как чуть подробнее. Давайте, я подожду ваши ответы. Очень интересно знать, что же ответите вы. Так, вот прям вот, Ирина, у нас какая интригантка, да. Думаю, здесь должна быть интрига. Интересно, попробуй. Ну, да, это на самом деле, наверное, один из таких самых прямых способов в том, чтобы впустую не тратить свое время, да. Вот, интересно, попробуй. Нужно выявить именно его. Потребность хорошо. Давать подробности. Отлично. Вызвать доверие. Не сбрасывать информацию, которую не просили. Очень отлично, очень хорошо, хороший ответ. Да, партнеры, здесь вы тоже абсолютно правы. Все-таки не зря, да, вы больше работаете в полях, так скажем, чем мы. Но здесь самое важное и для нас в том числе – это уметь слышать конкретный вопрос. Потому что очень часто даже мы, как партнеры, бывает так, что мы просто разбрасываемся, да, какими-то фактами. Может быть, человек нас вообще спросил про какие-то ингредиенты, да, в составе коктейлей, а мы ответили ему на этот вопрос и побежали отвечать на те вопросы, которые он еще не задал, да. И здесь очень важно уметь концентрироваться. Во-первых, концентрировать себя и концентрировать вашего клиента. Потому что, как и говорила, этот человек может разбрасываться абсолютно разными вопросами, которые, в принципе, на данный момент, да, сейчас и не приведут его к покупке. Вам нужно научиться вести его к этим правильным вопросам, слушать, какие вопросы он задает и отвечать конкретно на этот вопрос. Иначе он просто завалит, завалит вас еще другими вопросами, да, и, соответственно, перерастет уже в третью категорию клиентов, которую мы сейчас тоже с вами посмотрим. Но, как и видим, да, что этих типов личностей у нас большее количество людей, да, мы с ними встречаемся намного больше. И я считаю, что это очень даже хорошо, да, потому что, когда клиент интересуется, иногда еще и задает какие-то очень интересные вопросы, на которые, возможно, даже вы не знаете ответа, да, это лишний повод узнать для себя что-то новое и как-то, так скажем, вырасти. Вот, окей. Ну и, наверное, самый любимый тип клиентов, любимый в кавычках, да, но, может быть, для кого-то действительно очень любимый, это тип личности, углубляющейся в детали, который интересуется абсолютно всем. А какие ингредиенты, а какое качество, а безопасность, особенно сертификаты, да, вот мы как тренера постоянно получаем вопросы о том, а где взять сертификаты, а где взять подтверждения, а где взять то, где взять все, руководство продукции, сайт и так далее, да, их не так много, 5-10% людей, но это люди, которые занимают у нас огромное количество времени, да, и некоторые из них даже энергозатратные. И вот, партнеры, скажите, пожалуйста, если вы все-таки встречались с такими людьми, а я уверена, что вы с ними встречались, как вы ведете себя с ними и чего, опять-таки, нельзя делать с таким типом клиента? Скажите, пожалуйста. Таких меньше, ура. Да, на самом деле, Зинаид, возможно, и ура. Да, это здорово. Здесь, кстати, тоже есть, да, пример ответа вопроса, которые вы можете посмотреть потом и, соответственно, узнать. Партнеры, ну, или у вас ни у кого нету таких? Так, их нельзя перебивать. Быть терпеливым. Кстати, это очень важный пункт, да, о том, что нужно всегда быть на позитиве и максимально корректными. Не выходить из себя, да, это очень важно. Порционно давать информацию. Отвечать на все вопросы не нужно. Наверное, лучше отправить конкретно на ссылку. Отлично. Не настаивать терпеливо. В общем, у всех, мне кажется, ключевое слово первое – это терпеливо, да, потому что все-таки вопросы такие есть. Я даю информацию, которую просят, а потом сама закидываю вопросами. Елена, да, лучшая защита – это нападение, правильно? Будущий лидер. Выучить фразу я уточню у специалиста. Вот, кстати, вот это вот, возможно, не совсем корректно, да, в том плане, что если вы ответите так, но потом этот ответ не дадите, то здесь вы понимаете, да, что уже ваш уровень экспертности и, в принципе, доверие к вам, да, как представителю компании спадет. Может быть, немного, но тем не менее, да, вы спрашиваете, но не даете ответ. Это не совсем правильно. Так делать, в принципе, не нужно, да, скажу даже так, потому что все-таки если вы даете, да, я уточню специалиста, и потом даете ответ, это правильно. По-другому делать лучше не стоит. Ну что ж, я абсолютно согласна с вашими утверждениями, да, но здесь нужно понимать, опять-таки, да, нужно разграничивать. Вы и клиент. Ваше время – это очень важное время. И на самом деле нет ничего страшного в том, если вы дадите, так скажем, некий тайминг вашему клиенту и скажете, что сейчас я могу уделить вам буквально 10 минут. То есть изначально вы поняли, что этот клиент просто сильно углубляется в детали. Не факт, что, к сожалению, да, он станет, в принципе, нашим клиентом, что вы получите от этого какой-то эффект. Поэтому давайте прям вот конкретный тайминг, да. Вот у меня есть 10 минут времени на твои вопросы. Пожалуйста, задай в эти 10 минут три важных вопроса, которые действительно, не знаю, напустят тебя на то, да, чтобы ты сделал заказ продукта. То есть это очень важно. И я считаю, что об этом нужно говорить. Не нужно этого стесняться. Говорить это как можно позитивнее и корректнее, да, не то, что, знаешь, я там время на тебя тратить не хочу. Быстрее, пожалуйста. Нет. Дайте время, дайте три вопроса важных, ну и, соответственно, на них отвечайте. На самом деле я понимаю, как много времени вы можете потратить на такого человека, потому что, как я говорю, нам, тренерам поступают такие достаточно, возможно, детальные, прямо вот очень глубокие вопросы, на которые, возможно, даже мы не знаем ответа. Естественно, мы не можем оставить без ответа наших партнеров. Мы обращаемся к нашим коллегам, кто более подробно, да, возможно, об этом знает. Те тоже могут не знать, обращаются в другую инстанцию, да, так скажем. И вот это вот все занимает такое время, и мы все-таки даем вам ответ. Вы даете ответ этому партнеру, этому клиенту, а он говорит в итоге «а». То есть в смысле «а», я тебе дала, да, вопрос, ты дала тебе ответ на вопрос, и это все, что я услышала, да, то есть так дело не пойдет. Поэтому в первую очередь любите себя в том числе, да, и любите свое время, берегите его очень-очень, и свою энергию, потому что вы столько потратили энергии, других людей привлекли, а в итоге ничего не получили. Вот, конечно же, поток вопросов без делки, да, вот здесь вот нету ничего, я думаю, такого обидного, да, или неправильного в том, что если вы скажете ему, если я отвечу на твой вопрос, ты купишь этот продукт? То есть насколько для тебя важен ответ на этот продукт, что если, окей, я на него отвечу, тебе все понравится, и ты его купишь, если он сразу скажет «да», то, в принципе, понятно, что человек рассчитывает, да, на приобретение, не знаю, уже какого-то пакета или продукта. Да, если он скажет «да, в принципе, нет», ну, тогда и зачем вам тратить, опять-таки, свое время? Ну, и еще одна проблема, с которой… И то, что проблема, да, один пунктик, на который стоит обратить внимание. Мы не всезнающие, да, даже тренера компании не могут знать абсолютно всего. У нас всегда есть точки роста, поэтому если вдруг партнер задал вам вопрос, какой-то очень каверзный, да, на который вы не знаете ответа, не нужно ни в коем случае выдумывать этот ответ. Да, это очень важно. Вот очень хорошая фраза прозвучала, да, что я спрошу у специалиста, вы спрашиваете у специалиста, и потом вы даете корректный ответ. Потому что если вдруг вы думали какой-то ответ от себя, придумали его, ответили еще и некорректно, да, он потом узнал, что это неправда, то представьте, как неэкспертно, да, абсолютно, вы будете выглядеть в его глазах, и более того, таким же образом будет выглядеть и наша компания. Мы все-таки стремимся к тому, да, чтобы быть абсолютно прозрачной компанией, не нужно давать какой-то ложной информации, если вы не знаете, всегда есть возможность спросить у кого-то и потом дать более точный ответ. Это будет намного правильнее, да, и по отношению к вам, и по отношению к компании, в первую очередь по отношению к клиенту. То есть, в принципе, вы его не обманете, и таким образом просто, ну, заслушайте его доверие. Итак, ну что ж, партнеры, в принципе, все три типа клиентов мы сейчас с вами разобрали. И вот скажите, пожалуйста, к какому типу клиентов относитесь вы? Если честно, сейчас нашим ритмом, я скажу, к какому типу клиента отношусь я с нашим ритмом работы, да, это постоянные мероприятия и так далее, я все-таки, наверное, сейчас больше поверхностный клиент, да, это вот те 15%, потому что не всегда есть время. Но если меня человек заинтересует, я действительно позвоню, да, и спрошу. То же самое касается сейчас рекламы в Инстаграме, да, то есть я вот буквально недавно там задала вопрос по поводу печати одной коробки, и меня заинтересовала цена, мне ответили конкретно на вопрос, да, и теперь я точно знаю, что теперь я напишу и спрошу еще другие детали. Так, чуть подробнее, чуть подробнее, но все-таки больше, наверное, у нас будет чуть подробнее, да, второй тип клиентов. Окей, ну что ж, теперь вы точно знаете, я уверена, да, о том, на что нужно обращать внимание. Только этот тип может расстроиться, если ему неверную информацию сказать. Нет, Елена, конечно, не только этот тип, да, другие тоже могут расстроиться, но, возможно, не так эмоционально, как третий тип, да, потому что если это поверхностный клиент, вы дадите ему неверную информацию, а потом все-таки исправитесь, да, либо он где-то узнает, возможно, он и пропустит это мимо ушей, потому что времени у него, опять-таки, не так много. Чуть подробнее, возможно, он задаст, да, какие-то вопросы для того, чтобы узнать о том, правда это или неправда. А вот углубляешься в детали, если он узнает, что нет, то там, да, возможно, человек расстроится намного сильнее. Вот, я в этом смысле. Никогда не говорить не знаю. Ну, да, Снейда, говорить не знаю, ну, не знаю, насколько говорить не знаю, не знаю, да. Тавтология небольшая получилась. Вот, ну что ж, в принципе, окей, я передаю слово нашему следующему спикеру, как и говорила, да, у нас есть подстрочники в этой презентации, и больше всего обращайте внимание на вопросы и ответы, которые нужно задавать. Я желаю вам удачи, спасибо большое, что были с нами. Нарине, дальше. Твое выступление, подключайся. Привет-привет. Я слышно. Мне слышно. Все, спасибо большое. Привет, друзья, всем привет. Опять рада приветствовать вас из солнечного Еревана. Если меня хорошо слышно, если видно мне, пожалуйста, поставьте сердечки и плюсики в комментариях, чтобы я смогла уже начинать. Все, спасибо большое. Ну, давайте уже перейдем к самому главному. Сегодня мы будем говорить, мы с вами вот поговорим о инструментах, знания и обладания которых облегчат вашу жизнь и работу вы просто не знаете насколько. Это как эффект волшебной палочки. Кликнула на инструменты, опа, вся информация, которая вам нужна, появляется. Это как еще что-то на золотом подносе и не использовать это, извините, но я думаю, что просто грех. И для этого, конечно же, во-первых, нужно знать, что где находится, что где вот искать. Вот на все эти вопросы мы сегодня с вами будем отвечать. Вообще инновация, технологии, новые инструменты – это все про Арифлэм. И продукты в Арифлэм бывают два типа. Это продукты, которые вот мы все обожаем. Кстати, я попрошу вас в комментариях написать все ваш самый любимый велнес-продукт. У меня слайды переключаются или нет. Я сейчас вот постараюсь и идти на свой слайд. Все, все, я там. Ага. У вас самый любимый велнес-продукт. Мне просто очень интересно. Пэк, коктейль, пэк, коктейль, акваглоу. Круто. Вы напишите, потом мы вместе вот почитаем. И второй очень важный инструмент – это все информационные продукты, которые у нас есть. И у них у нас полно гиды, опросники, тесты, презентации, какого типа вы бы не предпочитали и не пожелали. Пока мы перечислим все эти продукты, которые у нас есть на сегодняшний день, о которых мы сегодня будем говорить, давайте каждый из нас вот в этот момент зададим себе вопрос, вот почему мы должны узнать, узнавать и обладать всеми инструментами, которые у нас есть. Вот это займет минуточку. Подумайте, напишите в комментариях, потом в конце обязательно вернемся. Сегодня мы будем говорить о главных четырех инструментах. И первое, конечно же, это энтузиазм. И, собственно, энергия и энтузиазм – это важнее таланта, я так думаю. Ну, я думаю, что без этого никуда. И люди, у которых есть энергия и энтузиазм, добиваются всего, чего они пожелают. Это как большой поток и большое количество энергии. Это то, что нас заряжает, и с помощью которых мы вот определяем все челленджи, которые у нас бывают. Это челленджи бывают, ну, как бы всегда. И потом у нас идет тут, у нас энергия есть, энтузиазм есть, все это взяли и пошли уже за обучение. Век живи, век учись – это всегда актуально, это всегда, всегда-всегда очень важно. Если день прошел, и мы ничего нового не научились, то я думаю, что это вот зря прожитый день. Я глубоко в этом уверена. Что круто в Арифлэм, друзья, здесь всегда есть бесплатное обучение, разные проекты, семинары, вебинары, люди вот тратят бешеные деньги реально, чтобы пойти на тренинги, чтобы обучаться. А здесь у нас в Арифлэм всегда есть классные проекты, где можно и где нужно вот обучаться. И что остается лидеру, что остается нам – пригласить своих вот партнеров, своих новичков, обучаться самому и обучать их. Потому что есть и вот, если ваше обучение, конечно, очень важно, но в Арифлэм более важно и немало важно, чтобы обучалась и ваша команда. И это сэкономит ваше время, и это всех вас проведет к успеху гораздо быстрее. Так что важно, чтобы вы, каждый из вас, инвестировал время для обучения своих структур. Это очень-очень важно. Третий – это wellness test. Это крутой инструмент для клиента и для лидера, конечно же. О нем мы поговорим чуть попозже. И онлайн-рекомендация. Все сейчас онлайн, особенно после пандемии, мы все перешли в онлайн без ограничения возраста. И нам надо вот быть в онлайн, и нам надо быть ввести. Так, пошли дальше. Будем говорить о wellness test. Это мой самый любимый инструмент. Я ее просто обожаю. Вот сейчас расскажу, почему. И, пожалуйста, пишите в комментариях, вы вообще используете wellness test? Видели? Вот оно у меня под рукой. Всегда в офисе есть печатная версия. Конечно же, есть онлайн-версия. Что такое вот этот тест? Wellness test – это инструмент, который поможет вам четко определить потребности клиента. То есть поможет определить, какие продукты для человека, который проходит этот тест, приоритетны, и вы сможете с помощью теста давать более четкую, грамотную и правильную рекомендацию. Это почему надо его использовать? А, с тестом вы выглядите более профессионально. Это очень важный момент, особенно по поводу этой категории. И тест реально вот помогает определиться. Там вопросы несложные, вообще несложные. Несколько вопросов, довольно-таки примитивные даже можно сказать. Но в конце получается такая картина, которая вам очень поможет. И к тому же, если клиент пришел к вам, не знаю, за кальциумом, и с помощью теста вы узнаете, что у нее, она вообще не использует, не знаю, продукты с аминокислотами, скажем, то это поможет вам быть более полезным клиенту, то есть давать более правильную рекомендацию и сделать еще добавочный заказ. Почему бы и нет? Это тоже очень важно и очень круто. То есть есть в онлайн-формате, как я уже сказала, и который идеальный инструмент, кстати, для работы и рекрутирования в онлайн. И, конечно же, печатная версия всегда должна быть у каждого из вас в офисе. Не знаю, где вы там работаете. Опросник еще подходит для раздачи на групповых встречах. Это тоже очень-очень сильно и круто работает. И при индивидуальном общении. Кстати, и с холодными контактами, и с теплыми контактами. И я по нашему опыту, по опыту Армении могу сказать, что это круто работает, особенно с холодными контактами, потому что это как бы повод контактировать и рекрутировать. Не знаю, вот более профессиональным поговорить о здоровом образе жизни, о питании, а потом уже познакомить с компанией Арифлэм и с нашей прекрасной категорией. Так что, кто до этого момента еще не знаком, вот спешите это сделать. И мне тоже очень интересно, кто использует тест, кто использует это в работе, в индивидуальных встречах. Кстати, оно еще и является частью wellness-сессии. Там тоже есть отдельная часть, где вы можете уже давать личную рекомендацию. Так что обязательно, где его взять, он есть еще на сайте. Мы сейчас линк, вот Ольга, в чат наши мои коллеги, я думаю, что скинут. Так, пошли дальше. Тест есть. И пойдем уже, пойдем уже поговорим об онлайн-инструментах, которые у нас есть. У нас также есть онлайн-инструменты, онлайн-информация, которые вам всегда доступны. 24,7 в режиме вы всегда можете найти ту информацию, которая вам нужна. oriflame.com, oriflame.ru, соответственно, ваши локальные сайты. Там у нас очень много разной информации. Главное, вот знать, что и где находится, и быстро находить. И для категории wellness у нас отдельный блок, где вы можете найти ту базовую информацию о продукте, которая нужна, я думаю, что каждому потребителю, неважно, ты лидер, ты просто потребитель или кто-либо другой. Это информация, которая интересна тому, кто использует, кто пользуется вот этой категорией. Я называю это паспортом продукта. Вот у меня есть паспорт, имя, фамилия, возраст, гражданство и так далее. А это паспорт наших продуктов, ведь здесь разные отделы. Вот кликнув на отдел, кликнув на отдел, вы можете вот тут описание, ингредиенты, как использовать. И кликнув на отдел, вы можете получить, открывается вот окошко такое, и вы можете получить более информации, которая вам понадобится, которая вам много расскажет и о продукте, и о способе применения. И если вот подыточить, то для каждого продукта wellness вы можете найти здесь описание, рекомендации по употреблению и информация об ингредиентах. И если у вас эта информация не устраивает, то вы можете обратиться к ваших продуктовых тренерам, или у нас еще есть несколько вот, то есть у нас еще куча инструментов, где вы можете найти информацию, мы о них сейчас и поговорим. Тоже очень удобная версия это, и вы можете с сайта, почему бы и нет, сразу сделать заказ и совмещать заказ. Так что обязательно ваших новичков, ваших клиентов покажите вот это место, и это сэкономит ваше время, и они вот, у них будет возможность в 24,7, когда у них интернет и телефон, смартфон, вот зайти с любого места и узнать о продукте. Есть еще отдел Beauty Edit, это отдел, где множество интересной информации, статьи о здоровом образе жизни вообще, и такого блогерского более формата, и вы можете использовать эту информацию не только для обучения, а еще для ваших страничек, чтобы сделать посты и сделать ваши странички более блогерскими и интересными. Обязательно зайдите туда, если еще не зашли, и там куча классной информации. Так, а что у нас дальше? У нас дальше то, что у нас появилось в последнее время, у нас новый интерактивный раздел Wellness Guide рассказал Wellness на 360 градусов. Здесь есть разная информация, как важно правильно питаться, философия Wellness категории, а также информация о бизнесе, о программах лояльности, например, Wellness Life Plus. Кстати, в комментариях тоже напишите, кто использует этот крутой вот инструмент, этот крутой программа, не знаю, как сказать, и так далее. Здесь вы также найдете продуктовое портфолио и, конечно же, возможность приобрести продукт. Что я сейчас советую вам, друзья? Вот прямо сейчас, не завтра, не вечером, не через 10 минут, прямо сейчас. Взять линк, который мои коллеги сейчас будут кидать в комментариях или после, вот, да, когда я, коллеги, пожалуйста, кидайте линк, потому что я думаю, что их будет интересно. И отправить ваши рабочие чаты, потому что знание всего этого, как важно для вас, немаловажно для вашей категории и для вашей команды. И еще библиотека Wellness у нас есть, полезные материалы, собранные в одно место. Так, здесь вы можете найти Wellness Guide, о чем я наверху говорила, новое руководство по продукции, видеоролики разные, крутые, видеоопросники об преимуществах категории Wellness. Очень-очень важно, друзья, чтобы мы знали, четко знали преимущества наших продуктов, потому что в этом случае мы можем, именно подчеркнув эти преимущества, рассказать вот о них более с правильным и более точным формате. Это, кстати, очень важный момент. И еще вы здесь найдете видеоролики с олимпийским чемпионом, фотографии разные, которые можете использовать в ваших страничках, в ваших социальных страничках. Конечно, я думаю, что самые работающие фотографии это те фотографии, которые вы делаете сами, но если у вас это пока что не получается, вы можете использовать все эти фотографии. Если вы все это уже видели, поставьте плюсики, я хочу увидеть, сколько вас кто использовал, кто уже увидел, кто уже в курсе о этих двух. Комментарии. Сколько нас, друзья, сколько нас? Спасибо большое. Кто еще? Кто еще? Видели? Круто. Кто еще не видел, я очень советую, чтобы по этим линкам, которые мои коллеги вот только что поставили в чате, перейти обязательно. Я тоже советую с этой ссылкой делать то же самое, максимально коммунитировать в ваших структурах, потому что, может, кто-то, кто не так сильно на пульсе, вот пропустил этот очень важный момент. Ну, от меня все. Я хочу, но я хочу возвращаться к вопросу, который мы задали в начале. Почему вам нужна эта информация и почему вам нужно инвестировать время для обучения всему этому в ваших группах, в ваших структурах? Мне очень интересен ответ на этот вопрос и очень интересно ваше мнение. Давайте в комментариях напишите, почему, вот почему вам нужна эта информация, почему вы должны обладеть этой информацией и все это дублицировать и коммунитировать в своих группах. Я жду ответов. Я упорно буду ждать ответов для роста бизнеса, конечно. Спасибо, Наталья, чтобы развиваться. Круто. Для развития. Другие варианты? Спасибо за ответы. Друзья, инвестируя однажды, вы освобождаете ваше время для дальнейшего. вы достаете не рыбу вашим партнерам, а крючок. А это несомненно дороже. И Арифлэм это тот крутой бизнес, где удача вашей команды. Это ваша удача, чего я вам всем очень-очень сильно желаю. Обучайтесь, не пропустите вот эти все тренинги, эти все бесплатные обучения, семинары, потому что это реально крутая возможность развиваться, крутая возможность строить более сильный, мощный, крутой, грамотный бизнес и лояльный бизнес. И быть здоровым, и вот быть примером всего этого для других. Спасибо большое. Надеюсь, моя информация была для вас полезной. Спасибо. Мне тоже очень было приятно. Спасибо за активность. Если вопросы будут, обращайтесь к вашим тренерам. Спасибо большое тебе, что поделилась с нами этой темой. Я уверена, друзья, что каждый из вас нашел в этой теме что-то интересное для себя. Если да, то ставьте, пожалуйста, лайки, плюсики и любые другие значки. На самом деле хочу подытожить сегодняшнюю нашу встречу, которая состояла из трех основных тем. Это создание волны с историей, которые мы делились с вами вначале. Это работа с разными типами клиентов. Я думаю, что каждый из вас понимает, что каким бы ни был тип клиента, у нас нет задачи убеждать. Единственное, что нам стоит делать, это просто делиться опытом. Поэтому делитесь опытом, который лежит в основе вашего личного потребления. И третье, для того, чтобы этот опыт вам проще было всегда подкрепить профессиональными материалами, используйте то, чем поделилась в завершении с нами на Рене. Все те материалы, если вы вдруг не знаете, где взять тест, презентацию, волносгид, видеотренировки или любую другую информацию, которая была озвучена сегодня, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите в региональный чат, в котором вы находитесь, локальный, точнее, напишите вашему АСМ, напишите вашему тренеру по продукции, если вы в Украине, пожалуйста, пишите непосредственно мне, на любой вопрос, нет вопросов без ответа, мы всегда найдем ответ, поможем, пишите в личку или в общий чат, как вам удобнее, но главное, чтобы вы точно знали, что эти инструменты у вас есть. А почему они, друзья, важны? Для того, чтобы не выдумывать велосипед с нуля, потому что велосипед уже есть, он очень классный, он очень здорово, может быстро довести нас до крутых результатов. И я думаю, что не секрет ни для кого, что очень часто мы присоединяемся к опыту других лидеров, послушать вебинар или тренинг, или эфир, для того, чтобы услышать систему работы других лидеров. Так вот, по сути, система работы, она уже зашита во всех этих материалах. Выберите из них то, что будет наиболее приемлемо для вас, для того, чтобы, например, приглашать людей. Это прекрасно, здесь подойдут статьи из Beauty Edit, которые можно использовать, развивая свою персональную страничку в Instagram, как делает это Айса, например, или в Facebook, или в любой другой сети, которая вам удобна. То есть, вы всегда найдете в наших статьях Beauty Edit, которые написаны нашими глобальными экспертами, интересную информацию в направлении здорового образа жизни, и будете интересны вашим читателям. На моменте общения с ними используйте те же материалы, которые были даны сегодня, то есть, это подкрепление в виде волнос-гида, в виде коротких продуктовых роликов, где сразу можно клиенту дать одноминутный видеоролик, и чтобы он больше узнал о продукте. И на моменте построения бизнеса, показывайте, сколько материалов у нас есть для того, чтобы действительно не переживать о том, что нужно будет выдумывать что-то. Итак, вот такая информация у нас на сегодня, и уже в ближайшее время, на следующей неделе, во вторник, 23 марта, в 14.00 по Москве, мы приглашаем вас на следующий тренинг, заключительный в этой теме, это третья часть тренинга бизнес-веллнес, и здесь вы уже получите такой полный кейс, не пропускайте, пожалуйста, эту встречу, потому что напоминаю, что из них, из этих встреч складывается ваше знание, которое вам пригодится при прохождении теста и получении сертификата. Итак, друзья, спасибо вам большое, что были сегодня с нами, всем здоровья, и не забудьте выпить свой волнос-коктейль и волнос-коктейль. Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok